Малиновский суд. Коллегия судей, которая рассматривает дело 2 мая, пишет заявление на увольнение. Десятки человек заблокировали служителей Фемиды в кабинете и не выпускали их, пока те не согласились сложить полномочия. Активисты недовольны, что эти судей изменили меру пресечения. Пятерым главным подозреваемым в деле 2 мая и установили для них сумму залога. Проверяли, чи правильно написали. Заявы были переданы главе Малиновского районного суду, который пообещал, согласно всеми процессуальными нормами, передать до высшей Ради юстиции написанные заявы. Мы очень надеемся, что суды не отключат свои заявы, потому что иначе нам придется приехать сюда снова, но немного в другом формате. Тем временем активисты возвращаются в апелляционный суд. Там прокурор собирается оспорить решение Малиновского суда, которая дает обвиняемым возможность выйти под залог. По неподтвержденной информации, за одного из них необходимую сумму уже внесли. Гражданские активисты требуют, чтобы апелляцию рассмотрели как можно скорее. Если сегодня их выпустят на свободу, то следствие разваливается. Не будет, в общем-то, даже объекта подследственных, и суд не с кем будет проводить. Это саботаж, и мы напрямую обвиняем и милицию, и прокуратуру в том, что они просто заваливают это следствие. В итоге активисты простояли под дверью главы суда больше трех часов. Потом им сообщили, что апелляцией прокуратуры должен заниматься судья, которого уже нет на работе. По закону у него на это есть три дня. В том случае, если будет принято решение открыть производство, жалоба будет назначена к рассмотрению, исполнение определения суда районного будет приостановлено, и по результатам рассмотрения жалобы будет принято соответствующее решение. Какое, я пока не знаю. Активистов такое положение дел не устроило. Они планировали остаться на ночь в суде. Узнав об этом, апелляцию прокуратуры тут же приняли к рассмотрению. Заседание по делу назначили на 3 декабря. Юрий Гальченко, Ксения Бровиненко, Руслан Пейков, Первый городской.